Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем передачу Утро на Болткоме. Как мы уже анонсировали, Мирослав Митрофанов, один из лидеров Русского Союза в Латвии, у нас сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, не было такой возможности, хотя коллеги от РСЛ были и после выборов, но все-таки поздравляю вас с хорошим результатом, с успехом, после перерыва довольно значительного вы вернулись в Рижскую Думу. Как вы сами объясняете успех, хорошие результаты выборов? Спасибо, Абикс, за поздравления. Спасибо всем нашим избирателям, которые оказались более ответственными, настойчивыми, сознательными. Да, в условиях низкой явки. В условиях низкой явки. Это решило исход голосования. Ведь получается, что как раз-то избиратели конкурирующих, партии не пришли на выборы, а наши, как стойкие солдаты, они были, выполнили свой гражданский долг. В результате фракции РССР восстановлены спустя 10 лет. Значит, сказать, что мы все время пребываем в эйфории, в жутком восторге, я не могу этого сказать. Во-первых, мы рассчитывали на больший результат, потому что та среда, в которой мы живем, действуем, находимся, то есть и виртуальная среда, и реальная среда, она нас очень поддерживала. То есть все время казалось, что на самом деле поддержка реально будет больше. Мы рассчитывали где-то на 7-8 мест. Да, во-вторых, конечно же, мы рассчитывали, что у нас будет микс, то есть у нас будет смешанная команда по итогам выборов, то есть будут представлены наши опытные люди, то есть товарищи с большим опытом депутатской деятельности. И так будут и новые лица, молодые, активные, для того, чтобы показать, что мы меняемся, мы меняемся действительно, и дать возможность расти рост, рост карьерный, личностный рост, политический рост. К сожалению, оказалось так, что избрано, ну не к сожалению, так оно получилось, и в этой реальности мы сейчас живем и работаем. То есть избраны те люди, которые были уже депутатами, у которых гигантский опыт. Ну, а наша молодежь партийная, которая сейчас присоединилась к партии, к движению в последних несколько лет, этих ребят мы будем сейчас готовить и ориентироваться на выборы в Сейм, в парламент, ну и, конечно, на выборы местного самоуправления по всей Латвии. Да, ну вот об этом еще поговорим. Ну, отдельные политологи, эксперты, которого, видимо, кажется, что не знают, как всегда, больше и лучше. Одной из причин такого успеха РСЛ, естественно, связывает с ослаблением согласия, мол, это вот такой маятник. Согласие усиливается, Русский Союз, результаты ухудшаются, как бы, и наоборот. Как вы сами все это объясняете? Вы сказали, что Русский Союз меняется, да, есть еще одно мнение, которое бытует и говорит, ну, это партия одного вопроса, типа русского. Да, вот, может быть, сразу вот на эти два вопроса поставить. Безусловно, партия, конечно, меняется, но если смотреть, происходит ли перетекание избирателей от согласия к РСЛ, оно происходит, но оно минимальное. То есть, я вот знаю лично людей, которые меня поздравляли по итогам выборов, я получал сотни смс и посланий мессенджеров, и многие из них говорили, да, вот на этот раз мы поддержали Русский Союз, «Слад, вы молодцы, ребята, настоящая партия, все хорошо». Однако, этот переход, он не массовый. За прошлую неделю, мы знаем, что фракция согласия всеми потеряла троих человек. Так вот, у нас нет никакого по поводу этого ни злорадства, никаких невосторгов, потому что люди-то уходят, но они уходят в никуда. Это касается депутатов, это касается избирателей. То есть, от потери согласия потеряли все. То есть, если бы фракция согласия была бы сейчас больше, в той же самой Думе, то позиция, ну так, извините за тавтологию позиции оппозиции, то есть, силы оппозиции, они были бы более сильны, и правящая правая латышская коалиция, она была бы не столь уверена в своих шагах. Да, ну вот интересно, вот по поводу партии «Русского опроса», одного, это, наверное, не совсем справедливо. Я думаю, дебаты, те, кто следил, ну, правда, дебаты у нас очень понятно, что значительная часть дебатов на латышском языке, может быть, не вся ваша аудитория следила, но дебаты показали, что там как раз хозяйственные вопросы обсуждались в городе. Да, интересно, что эксперты оценили нашу программу, она, может быть, не самая была сильная среди всех, приборная программа, но среди тех, которая была продуманная. То есть, отзывы были в принципе положительные. То есть, вы обещали реальные вещи, если так можно сказать. Мы обещали тот джентльменский набор, о чем надо говорить во время привыборной кампании в местное самоуправление, что люди хотят услышать и должны услышать. Это ремонты улиц, мостов, детские сады, школы, переобучение, образование, бюджет и так далее. Русский вопрос тоже, конечно, у нас был. Конечно, мы... Единственная партия, которая указала в своей привыборной программе необходимость или проблему ремонта памятника освободителям. И второй вопрос, конечно же, это кадровая политика в школах, в детских садах. То есть, мы обещали, и мы это будем выполнять, то есть, следить за тем, чтобы на должности в русских учебных заведениях не назначались бы откровенные русофобы и непрофессионалы своего дела. Это, кстати, к вопросу о том, что многие считают, ну, там, самоуправление, вопрос образования не решает это все на государственном уровне. Это совершенно неправильный подход, как показывает вообще практика и, кстати, законодательство. Все-таки очень многое на что может самоуправление влиять. Я больше вам скажу, что еще до окончания выборов нам стали поступать сигналы, что уже администрация учебных учреждений, ну, я имею в виду детских садов, держит нос по ветру, значит, получает сигналы от управления образованием города Риги. Сигнал заключается в том, что надо было русскую группу закрыть, открыть латышскую группу. То есть, на самом деле, закон их это не заставляет делать. Это вопрос переговоров между администрацией города, детским садом, родителями и так далее. То есть, должны быть вовлечены многие стороны. Но уже ветер подул с другой стороны, уже начинают перестраиваться и бежать впереди паровозы. Это, конечно, нехорошая тенденция. Я думаю, что мы, работая в комитете по образованию и культуре, сможем немножко стабилизировать ситуацию. Вот интересно, да, по-моему, на прошлой неделе был Александр Гильман, и он сказал, что, когда я его спросил, ну, вот, как бы, нет ли ничего такого, не знаю, трагического или пессимистического в том, что, ну, фактически работа Русского союза Латвии, ну, обречена, как бы, на работу в оппозиции. И он сказал, ну, к этому надо привыкнуться, с этим надо смириться, и в оппозиции тоже много чего можно сделать. Вот ты так же считаешь? Александр Гильман, он опытный наш депутат, который еще 10-15 лет назад, он был активен в муниципальной именно политике, потому что он знает, о чем он говорит. И как раз в его время он мог много что сделать. Даже будучи в оппозиции. Будучи в оппозиции. Значит, мне лично придется учиться. Я немножко расслабился, потому что в Европарламенте, где я провел больше года, я в оппозиции не был. То есть я был в одной из влиятельных фракций, и те предложения, с которыми выходила наша фракция, я лично, они обычно в той или иной степени принимались. Теперь надо будет работать опять с партизаном. Вспоминая сеймовский опыт, видимо. Вспоминая сеймовский опыт. Но, значит, в Сейме там ведь все держалось на личных качествах того или иного депутата. То есть если он был достаточно разумен и предлагал разумные рациональные вещи и взаимодействовал с коллегами на равных, то даже находясь в жесткой оппозиции, можно было добиваться каких-то частичных уступок, принимать какие-то поправки и так далее. Однако в Рижской Думе, ведь ситуация, она же не безнадежная. То есть правящая коллекция... Даже при таком перевесе 39 против там власти одного. Да, да, конечно. Вот всем кажется, что победила как бы демократия, сильнейшая большая самая фракция получила самый большой... Да, извините, зап агрессивные. Да, но на самом деле, если пересчитать проценты, я когда сам посчитал, я был в шоке. То есть фактически за партию нынешнюю, или за фракцию нынешнего мэра, ну, не нынешнего, того, который вот скорее всего будет назначен, господин Астакиса, проголосовало всего лишь 10% взрослых дееспособных жителей города. Не более того. То есть 10% организованное меньшинство. То есть вся... Это шок вообще-то, да? Это шок, да. То есть фактически низкая явка, во-первых. То есть 40% участвовало. Ни граждане не голосуют. Не голосуют, конечно. Да, значит, минус голоса оппозиции, минус голоса внутренней оппозиции в правящей кореи. Уже не говоря о том, что многие выехали давно, да. Да, ну, как бы людей, может быть, и нет на месте, и так далее. То есть получается, что произошла очень сильная фрагментация латвийской политики. То есть правящие силы в Риге состоят из множества маленьких группировочек. От трех до десяти человек примерно так. Может, это же объединение для развития запах. Это объединение, объединение. То есть конечная матрешка, которая вставлена, чем это все дело грозит? Тем, что, на самом деле, ведь они же не просто так в свое время разошлись по разным партиям, а теперь объединились. Их разделили, а, какие-то хозяйственные и коммерческие интересы, и, б, идеология. То есть идеологии у них разные. Да. Либералы и социал-демократы – это интересная смесь, конечно. Это очень странная смесь, на самом деле. Причем отдельный вопрос, это если будет у нас какая-то отдельная передача, можно вообще порассуждать, куда идет европейская политика, в каком направлении. Но это… Но не в этом направлении. Но не в этом направлении она идет. Это точно… Тяжело представить, например, парламент, союз либералов и социал-демократов, но в одной фракции. Ну, как бы, там иногда они друг другу помогают голосами. Это другое дело, но в одной, чтобы… Нет, они очень сильно отличаются, при этом не только исторически, но они отличаются на уровне уординга, на уровне слов, на уровне фраз, на уровне, как они взаимодействуют с миром, на уровне того, что они предлагают миру. На самом деле, идеология имеет значение, на самом деле. Так вот, вот это множество маленьких группировок, она ведь очень неустойчивая. И люди-то туда пришли за… Ну, вот новые политики, которые сейчас станут депутатами, они пришли, имея в виду, что, как бы, ну, политика должна приносить какие-то бонусы. Для партии, для Родины, для страны и для себя, дорогих, милых. То есть, практически возможно, что будет внутреннее… Ну, не то, что возможно, нынешняя коалиция, она запрограммирована на внутреннюю межпартийную, межфракционную, вот такую вот возню постоянную. И по некоторым вопросам я прогнозирую, что все равно правящим придется обращаться к оппозиции за помощью. И тогда возникает возможность договариваться в обмен на интересы наших избирателей, поддержать отдельные вопросы, идущие от отдельных групп правящей коалиции. Но это так, это очень далекая перспектива. В целом, что нам гарантировано сейчас? Да. Получение информации. То есть, фактически то, что не может получить обычный житель Лиги, теперь депутаты, они способны это сделать. Закон требует предоставить им всю эту информацию. Во-вторых, есть много пунктов, по которым при выборной программе нашего, от Русского Союза Латвии, допустим, и тех же самых либеральных правых националистических партий не совпадает. Ну, повышение, например, зарплат педагогам дошкольных учреждений. Ну, конечно, все за это. Вопрос, сколько, на сколько, в какие сроки и так далее. То есть, здесь можно взаимодействовать, можно немножко подталкивать своими голосами, своими аргументами, своими выступлениями в пользу принятия социально ответственного важного решения. Мы будем это делать. Значит, получается же не все так плохо, как многие решили, увидев, что 39, что это будет правонационалистическая коалиция. Ну, там, правда, есть прогрессивные, которые вроде бы против этого национализма дремучиво. Но нельзя сказать, что все пойдет по совсем плохому сценарию, даже памятник освободителям, о чем вот многие там и мои знакомые говорят о том, как бы они сейчас не взяли за памятник, что... Мой прогноз такой. Я не могу... Вы понимаете, что жизнь сейчас очень быстро меняется. То есть... Какие-то делаются... Какие-то далеко идущие прогнозы. Абсолютно. То есть, мир может поменяться. Вот кто знал, что там будет вирусная пандемия два года назад? Нам бы кто сказал бы, мы не поверились. Нет, это в наше время. Чтобы чума 21 века. Да, что за нашу жизнь этого не произойдет никогда, мы бы сказали. Поэтому, значит, сказать жестко, что ничего плохого не произойдет, я не могу. Настроение пока у тех людей, которые будут у власти, такое, что они хотят освоиться, ничего не трогать и ничего не разрушать. Пока. Для того, чтобы... Ну, перенять в руки все равно. Это самое. Освоиться с хозяйственными вопросами и так далее. Дальше будет все зависеть от баланса сил и будет зависеть от активности защитников того же самого памятника, от активности и сознательности русскоязычной общины страны. Никто на блюдечке с голубой каемочкой решение не принесет. То есть, если власти чувствуют, что они могут получить отпор, значит, они не делают шаг. Если они чувствуют, что отпора не будет, они этот шаг, в общем-то, сделают. Но надо вот вспомнить очень интересный момент, что до прихода к власти последней большой правящей коалиции, которая правила аж 10 лет, до этого с переменным успехом руководили правые или центристские латышские политики. Ну, там Бойерс, допустим, Биркс, Аксенок и так далее, Берзинш. Так вот, при них русские школы не закрывались и памятник никто не трогал. То есть, это к вопросу о том, насколько, в общем-то, опасны представители... То есть, здесь не надо сразу уже, так сказать, такой Нет, не надо ставить штамп. Самое большое давление идет, конечно, сейчас от сеймовских фракций националистических. Их две, они сейчас между собой, ну, крайне националисты, они между собой сейчас конкурируют. Кто там больше националист, да? Кто больше, да. А самое неприятное, что в эту сторону очень сильно дрейфует новое единство. Оно должно было бы быть стабилизирующим фактором латвийской политики. У них, кстати, и в программе даже, вот они же шли с тем, что пора вообще с этим русским образованием покончить. Тем более, что специальный человек для этого, Карл Шадрусский, теперь тоже будет депутат Набережской Думы. Так что в этом плане скучен не будет. Карл Шадрусский запланирован на транспортный цех, начальник транспортного цеха. Да. Ну, тут он широкого профиля специалист. Широкого профиля, да. Именно так. Поэтому образованием он заниматься не будет. Там вроде как обещана более либеральная, более терпимая кандидатура на должность руководителя комитета по образованию и культуре. Но это не значит, что надо расслабляться и, в общем-то, говорить, что все в порядке. Нет. Это будет процесс постоянного взаимодействия и балансировки интересов давления с правой стороны, с левой стороны, со стороны националистов, со стороны русской общественности. Вот, как известно, у тебя была встреча с будущим мэром, господином Стакисом. Может быть, несколько слов скажи радиослушателям, как это все происходило. Да, я долго ждал этой встречи, разговора один на один, но, к сожалению, встреча была в присутствии большого количества людей. Что меня порадовало при этом? Во-первых, то, что именно с представителями Русского союза Латвии правящая коалиция назначила первую встречу среди оппозиционных партий. В общем-то, это признание определенного качества. У нас действительно чистые руки, мы идем в Рижскую Думу без истории склок скандалов и коррупции, в которой погрязли некоторые представители других оппозиционных партий. Первый момент. Второй момент. Я высоко оценил предложенное господином Стакисом создание координационного совета или совета фракции. Ну, то есть, председатели фракции собираются до заседания и определяют, вопросы важные и неважные. Неважные вопросы, технические, их можно пройти быстрее, чтобы на них не задерживаться, не справиться. Мы же понимаем, что это в какой-то степени действительно просто такое дежурное голосование техническое, нужно и нужно. Это делается во всех парламентах. Вот меня спрашивали потом, слушай, а вот это не будет ли этого там, значит, игрой за спиной ваших же товарищей, депутатов и все прочее. Да нет, братцы, но это везде происходит. Это нормальная обычная практика, да. Но вот те важные вопросы, по которым могут быть и должны быть споры, они выделяются отдельно, и они обсуждаются и на комитетах, и на заседании самой Думы. Это первый момент. Второй момент. Господин Стакис предложил должности зампредседателя комитетов Думы. Когда-то так и было. То есть, вот Яков Дальч Плинер, наш нынешний депутат, и он был депутатом еще в 1998 году в Рижской Думе. То есть, представьте, это 20 лет назад, да? Больше 20 лет. Да, опыт колоссальный. Опыт колоссальный. Он говорит, да, тогда были. Была такая практика, что представителям оппозиции давали возможность поработать. Но тогда была немножко другая политическая культура. Не было вот такого черно-белого восприятия. Во-вторых, сейчас ведь вот эта вот коалиция, которая сложилась, она достаточно, ну, в некоторых прогнозных вопросах она достаточно однородная. Она неоднородная по своему составу. То есть, смотрите, если, например, мы сейчас берем на себя ответственность и становимся начальством Рижской Думы, то, значит, мы подписываемся под решениями коалиции. Ну, в какой-то степени, да. Потому что, в принципе, зампред там сказано как? Что в отсутствии председателя он даже может вести комиссии, комитеты, да? В общем, я сказал, что нам это не принципиально. Надумают, дадут. Хорошо, не дадут. Это тоже не проблема. Но самое смешное произошло потом. То есть, когда он уже вышел с этим вот нашим видением к своим товарищам по правящей коалиции, они жутко обрадовались. Они решили ничего оппозиции не давать. И, мало того, они решили ввести вот эти вот должности и сделать их платными. То есть, то, чего как раз не было 20 лет назад. Это интересное начало, в принципе, работы. Это показывает их мелочность, собственно говоря. Потому что они готовы ради сам 700 евро, да, то есть, они готовы придать те же самые принципы, с которыми они шли на выборы, они же говорили, что мы поменяем работу Рижской думы, все будет у нас по-честному, будем советоваться с оппозицией. Экономно будет прозрано. А уже три вице-мэра? А уже три вице-мэра. Ну, ладно, три вице-мэра там понятные. У них там очень сложная внутренняя комбинация. Нет, это все понятно. Но с чего начинается? Ну, они с этого начинают. С должностей, вот об этом идет речь. С должности, даже зампредседателя теперь у них это дело будет платным. Я вспоминаю, может быть, ты тоже помнишь эту историю с господином Репшей, который тоже шел примерно с такими же лозунгами, там борьба с коррупцией. Ну, как обычно, вот этот принц-спаситель Отечества на белом коне, на первом же заседании Кабинета Министа были повышены зарплаты премьеру, вице-премьеру и министрам. С этого как бы началось первое решение. Ну, вот здесь тоже. То есть, надо накормить голодных в собственных рядах, поэтому, в общем-то, коалиция решила, правящие депутаты решили ничем не делиться с оппозицией. Ну, ладно, бог с ними, это не самая большая проблема. Мало того, я вообще не настроен, вот сейчас, конфронтационно. То есть, меня спрашивают, ну, вот вы, наверное, там возьмете сейчас вот за руки, будете там тропедировать заседание, будете срывать там все прочее. Я говорю, нет. То есть, Рига жила целый год, она жила без выбранной власти. Нужно сейчас принимать бюджет, нужно разбираться с кошмарными проблемами, которые накопились в Риге с Наму Парвелднекс, Рига с Сатексме и так далее. То есть, эти предприятия, значит, надо вот этими вещами заниматься, а не блокировать работу Рижской Думы. Поэтому, просто так, на пустом месте мы, значит, упираться, наносить вред или тормозить работу Думы мы не будем. Но до поры до времени. Если, например, мы увидим, что процветает та же самая коррупция, с которой они собирались бороться, то мы перейдем в жесткую оппозицию. И вот тогда все вот эти вот способы блокирования работы, они будут востребованы, они будут использованы. А вот, наверное, тоже традиционный вопрос взаимодействия с другими оппозиционными фракциями, но их две, по крайней мере, да, пока, на данном этапе. Абек, ну, это очень сложный вопрос, тут очень много личного накопилось за эти годы, за длинные годы. То есть, мне нет проблем взаимодействовать с Константином Чекушиным, то есть, мы с ним... Он тоже новый политик, да? Да, да, новый политик, но мой старый знакомый, он участвовал в организованных нами акциях в защите русского образования, поэтому он прошел проверку. Вот тот момент самый тяжелый, в 17-м году, конец 17-го года, когда эти вот уголовные дела, аресты, давление полицейское на нас, то есть, когда только самые смелые люди отваживались присоединяться к движению в защите русского образования. Он прошел вот это испытание. Остальные в тот момент отсиделись, потом они занимались клоками и безобразиями, то есть, вот вокруг кресла мэра, потом эти мэры менялись, потом они разводились, сходились, ссорились и так далее. В результате? В результате получились внеочередные выборы, и вот получилось то, что получилось, то, что 40% избирателей вообще потерял интерес к выборам, они сказали... Я вот когда спрашивал сейчас людей, значит, почему вы не пошли? У меня оказалось в социальных сетях больше половины моих подписчиков, они не голосовали. Они сказали так, вот две категории. Первая, значит, Ушакова нет, поэтому нет смысла, а вторая, значит, Ушаков всех сдал, предал, я вообще не верю сейчас ни в кого. То есть, вот две эти категории получились. Это трагично вообще-то. Это жутко трагично, поэтому, значит, и мы помним, как так получилось, то есть, кто работал в этом направлении. Значит, сказать, что я сильно злопамятен нельзя, то есть, со временем это все простится и забудется, мы будем, конечно, работать с теми людьми, за которых проголосовали избиратели, мы обязаны это делать в интересах своих избирателей. Но для этого должно пройти время, то есть, должна произойти притирка и должны быть... Амбиции должны немножко понизиться у тех людей, которые совсем недавно еще руководили Рижской Думой. Я думаю, что со временем там взаимодействие внутри оппозиционных партий, оно наладится. Если мы говорим о таких делах государственных, учетом твоего опыта работы в Европарламенте и всеми, вот все-таки как тебе кажется сейчас ситуация в таком, не знаю, с точки зрения национализма, этот накал возрастает или снижается? С одной стороны, вроде бы таких совсем вопиющих случаев, наверное, меньше, с другой стороны, мы видим вот эти периодически, как модно говорит, взбросы, да, вот сейчас законопроект, который ушел в комиссии, который запрещает это что-то такое невероятное, вообще предвыбанную агитацию на других языках, но понятно, что, скорее всего, на русском в том числе, да, это один момент, вся эта возня вокруг памятника, там какая-то рабочая группа была, создана третья, совсем недавняя решение запретить георгиевские ленточки, вот, может быть, вот об этом блоке давай поговорим чуть-чуть. Мы прожили три счастливых месяца летом, когда остановился хейтспич. Хейтспич – это такой специальный термин международный. Даже ковид по сравнению с этим, да? Да, 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 то есть я был в шоке, то есть вдруг исчезли все скотские комментарии, значит, трабли против русских в газетах, ведь это же первая причина. Не поведение политиков диктует поведение общества, наоборот, общество, тоже те же самые журналисты, латыши, они подталкивают политиков быть все более и более радикальными по отношению к русскому русскоязычному меньшинству. Это все прекратилось, и три месяца мы прожили в своей стране. То есть я должен сказать, что вот все наше взаимодействие на предвыборных дебатах, наше общение с латышскими журналистами, они было на равных. То есть уважительно, без издевок. Крики какие-то по-кремлевски. Ничего не было, абсолютно. Но выборы закончились, к сожалению, это время, то есть страница перереснулась, мы вернулись сейчас в самые замшелые годы, опять началась накачка националистического истерии, настоящей истерии. То есть вы упомянули закон об агитации, о георгической ленточке. Это, конечно же, это способ навредить, поставить на место, то есть сделать гадость, это диктует, это идет, это зараза идет от националистов из парламента. Однако, если посмотреть газеты, например, НРА, допустим, все, уже восстановилась националистическая риторика. Правда, в фокусе травли сейчас находятся уже не русские политики, а те же самые прогрессисты и развитие ЗА, которые посмели общаться со своими избирателями, в том числе на русском языке. То есть по ним очень сейчас жестко будет бить пропаганда официальная. Ну, чтобы прецедентов не создавали, да? Нет, либо их зачистят, ну, то есть уберут наиболее строптивых, либо их поставят всех вместе под контроль вот этой вот элиты, которая происходит, она возникает на границах между публицистами, журналистами, политиками, административными деятелями, исполнительной властью и так далее. То есть там есть жесткие нормы поведения, то есть цена с пепуиком, то есть, значит, ну, как бы ты должен быть националистом. Да. Есть только вариант, то есть ты можешь быть открытым, отмороженным, значит, запрещать ленточки и русскую агитацию. Он там один кричал, что русский язык вообще никакой ценности не представляет. Да, да. Или ты можешь это при себе держать, но в целом, значит, это правило поведения, вот, которые 30 лет они воспитывались и туда жестко загонялись всех инсургентов, всех, кто пытался восстать или поменять хотя бы немножечко эти правила поведения. Мне очень интересно с точки зрения политологической, конечно, сейчас вот посмотреть, и с точки зрения человеческой чисто. Вот выдержат ли прогрессивное вот это вот давление, не откажутся ли они от взаимодействия с русскими, или они сдадутся и станут обычной националистической партией, просто у которой международный флажок другого цвета. Ага. А так, в принципе, все будет то же самое. Когда вот, кстати, была основана независимость в 1991 году, значит, вот эти флажки разных политических партий, они лежали просто в углу сложенные, да, то есть, и... Можно было взять любой. Бывшие комсомольцы подходили, да, они вот брали любой, значит, этот флажок, и один стал социал-демократом, другой либералом, третий там консерватором и все прочее. Ну, все бывшие комсомольцы, да? Ну, там пришли еще молодые националисты, то есть, это получился сплав из советской номенклатуры и, значит, таких вот внесистемных националистов, то есть, это уже новая элита образовалась. Но при этом никаких глубоких убеждений у этих людей не было. Ни коммунистических, ни комсомольских... Они толком не знали, где это, что это и как. Да, ни социал-демократических, ничего. Поэтому вот политическая система Латвии, она крайне перекошена, она абсолютно отсталая. И когда эти люди попадают к своим коллегам там из Западной Европы, они себя чувствуют, ну, как вот, белая ворона, да, то есть, те говорят о каких-то принципах, о ценностях, о каком-то виде небудучего, общеевропейском. А здесь вот флажок, за него там, значит, проголосовали, и потом он раз, и объединяется просто на такой вот унылой националистической почве с другими унылыми националистами. Это я сразу вспомнил, сразу вспомнил эту историю зеленой партии Латвии, на которой вместе союз революционных крестьян входит в это объединение, когда их исключили из этого европейского альянса. Они были очень удивлены, потому что, ну, видимо, они не понимали, что зеленые – это не есть националисты. Да, это скорее как раз наоборот. Но они, видимо, вот сразу это не поняли. Это было бы вообще, этот анекдот, он был растянут на долгие годы, вообще-то, в Европарламенте. Меня же там коллеги, я же находился у фракции у зеленых, они же просили, ты съезди к ним, спроси, почему они нам на письма не отвечают? Для начала. Хотя бы, хотя бы, как минимум. Они хотя бы читают? Да, я говорю, а вы напишите через портал. Они говорят, мы бы хотели, конечно, что-то к ним обратиться, но дело в том, что у них нет английского раздела. То есть, даже вот как бы до этого доходя. То есть, сами в себе, значит, вот сборище маленьких экологических клубов, не более того. Но что такое современная зеленая идеология, они не знали. Кстати, вот прогрессивные, они как раз сейчас пытаются самоопределиться где-то между социал-демократами. С точки зрения европейской политической. Да, да, они больше в этом деле разбираются и понимают. Вопрос, насколько им разрешат далеко уйти в... Местные, да? Ну, местные товарищи, да, которые могут закидать палками и заставить вести себя просто как пещеронационалисты. То есть, ну, чтобы не выделялись и особенно не отставали от товарищей, так скажем. Ну, в принципе, ну, завершая эту тему, могут запретить реально вот эту предвыбанную агитацию? То есть, практически получается так, что, я не знаю, ты Мирослав Митрофанов в палатке, хочешь пообщаться с избирателями, к тебе подходит человек, у которого такой же родной язык русский, как у тебя, и рядом кто прибегает, я не знаю, языковой инспектор говорит, что вы не имеете права или что? Как это будет происходить? Значит, общий тренд, он неблагоприятный. То есть, поскольку... То есть, здесь никаких хороших новостей нет? Нет, нет. Поскольку сейчас отношения между Западом и Россией продолжают ухудшаться, причем очень быстро. И, значит, мы, может быть, через несколько десятилетий поймем, что же на самом деле, какие были скрытые причины, почему вот это оскотенение сейчас происходит, в чем там собака порылась. Но на нас это ведь как транслируется? То, что фактически, что бы сейчас ни принимал бы латвийский сейм, значит, со стороны Запада будет, на это будут смотреть сквозь... Да, может быть, не одобрям, но... Нет, они вообще, во-первых, они не хотят в дело лезть, вмешиваться. Во-вторых, значит, считается, все, что против людей русскоязычных, то оно как бы, ну, как бы, оно и против России, хотя мы сами прекрасно понимаем, что это не совсем так, и жизнь намного сложнее, в общем-то, да. На Западе никто не хочет в это дело вникать. И когда вот российская пропаганда говорит там о русофобии, о всем прочем, то есть это звучит грубо. Это звучит грубо. Но если отбросить уж слуху, то оказывается, ну, наверное, где-то пропаганда в чем-то она права. Значит, насчет вопроса, что там будет, если запретят агитацию на русском, значит, скорее всего, все-таки будет удар самой серьезной по СМИ нанесен. То есть я вообще не понимаю, как будут работать радиостанции, потому что, в принципе, ну, насколько я понимаю, по закону радио нельзя ставить рекламу на латышском языке, в русском, там, если радиостанция работает на русском языке. То есть получается, что, значит, из русских радиостанций эта реклама может исчезнуть вообще. То есть прибыворная. То есть в таком виде. Во-вторых, как тогда русские радиостанции будут организовать дебаты? То есть вот идет обычная, значит, там музыка, значит, играет этот плейлист, потом новости на русском, и вдруг раз, и дебаты между русскими людьми на латышском, да, для, опять-таки, русских радиослушателей. Вот, значит, у нас есть, конечно, некоторые заготовки, как это все дело обойти и девальвировать, но это все, конечно, все это плохо. То есть... Общий-то фон мы видим какой. Этот общий фон плохой, и я к чему все это хочу подвести, какой вывод сделать? То, что вот эта вся тактика десятилетняя, намедленное врастание в систему существующую политическую, она в себя не оправдала. Она себя не оправдала. Без обострения отношений, без выхода на массовое движение за свои права, ну вот как афроамериканцев в 50-х, 60-х годах. То есть, тактика согласия, на согласие и пости за тавтологию. Она не сработала, то есть, она не сработала. Причем, я откровенно скажу, уже сейчас можно об этом говорить. Я ведь в какой-то момент я думал, что вот, ну, мы не смогли, а не смогут. То есть, 10 лет назад, когда я смотрел на развитие, когда был самый высокий пункт, достигла... И в Сейме, и в Рижской Думе, да. 30% было в 11-м Сейме. И в Рижской Думе полная власть. Казалось, вот немножко-немножко они найдут какой-то способ изменить... Какой-то компромисс, да. Да, но в результате, из-за того, что они как бы ждали, что лояльное поведение будет вознаграждено, значит, их это слабое место было. Это слабое место было найдено. И, фактически, они их удалили от власти намного дальше, чем было до этого момента вот... У запчел, да. Да, 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 фактически так. А возможно возразить? Понятно, что нельзя войти, как мы знаем, два раза в одну и ту же воду. Возможно возразить запчел? Ну, дело не в названии, я имею в виду общее, что вот есть представители, не знаю, нелатышского населения, которые должны иметь в демократической стране свое представительство в органах власти. Вот прекратим делить сейчас на этих выборах, кто только на русские голоса не претендовал, 6-7, наверное, партии, кто-то по кусочку что-то откусывал по полпроцента, по процентику и так далее. Сложный вопрос, я понимаю. Нет, в 98-м году там ситуация была достаточно отчаянной, и все мы были намного моложе, и смогли переступить через некоторые идеологические ограничения. Однако потом вот уже в совместной работе эти идеологические идеологические ограничения, они ведь никуда не делись. То есть это не только личностные были проблемы, если так пытаются представить? Нет, это даже не в идеологии дело, даже в более серьезных вещах, в мировоззрении. То есть что ты можешь сделать ради того, чтобы доказать свою правоту? На что ты пойдешь? То есть или ты готов просто сидеть в Сейме и ждать, когда тебя позовут в правительство, или ты готов идти на акции массового неповиновения, на массовый протест. И таким вот образом двигаться своих целей, да? Да, и когда мы расставались с согласистами в 2002 году осенью, у меня было много с ними разговоров, я до последнего момента пытался говорить с людьми, и до последнего момента еще удавалось говорить. Так вот последнее, что мне сказали лидеры, они согласились, они сказали, что ведь мы уходим не ведь потому, что нас там, ну, позвали в правительство. То есть те, кто поумнее было из них, я не хочу их там когда-нибудь, они сами об этом напишут, честно, что там произошло. Ведь не потому, что позвали тогда, значит, поманили, что они будут в правительстве, если они не злали. Даже если не было этого, да. Ну, их манили, конечно, но они чувствовали, что их кинут на самом деле, да? Не из-за этого. Они сказали, что сейчас у вас тут начинается школьная революция, ну, массовые протесты, да? А мы в этом участвовать не хотим. То есть мировоззренчески они не могли пересделать шаг, переступить через себя, через свою роль в национальной элите. Они там в этой элите находились, на приставных маленьких сиденьях. Но все-таки находились. Но все-таки находились, да. Или им так казалось, что они там находятся, да? Они не были готовы рисковать вот этим фантомным своим положением внутри правящей элиты. А по-другому, кроме как рискуя, кроме как организовывая массовые акции, движение народа за права, за свободу и так далее, по-другому изменить ситуацию нельзя было. И тогда, и сейчас тоже нельзя. То есть, и поэтому все эти разговоры, что мы выберем там доброго человека с латышской фамилией, он пойдет за нас договориться. Это самообман. Гнусный, глупый и совершенно тупой самообман. И, во-вторых, идеологические противоречия, они тоже остаются. То есть, когда мы разговариваем с нашими коллегами в согласии, они говорят, мы не русские, мы социал-демократы. Ну, то есть, такая вот у них как бы самоидентификация. Я не хочу иронизировать, что это национальность у них, но это идентичность, она другая идентичность. Ну, может быть, это в какой-то степени правильно, ведь если они входят в это движение европейской социал-демократии, но это, может быть, в этом есть что-то, применять к какому-то большому европейскому. Ты же человек, который работал в Европарламенте, понимаешь, что это, наверное, важно, да? Ты же тоже работал в определенной группе, не сам по себе. Иметь такую крышу на уровне Европы – это хорошо, конечно, но, с другой стороны, идеологически в социал-демократии во всей Европе намертва. То есть, она не продуцирует новых смыслов, она не дает ответов на сегодняшний вызов. Вот в чем проблема, да? То есть, это такая общеевропейская проблема, да? Это огромная проблема, они теряют сейчас позиции по всем странам. Кое-где они еще сохранились, там, в отдельных самоуправлениях и так далее. За них очень много людей голосуют. В Швеции, может быть, традиционно еще пока, да. Ну, в Швеции, там, в Париже где-то они там и так далее. Но, в целом, в общем, везде правая политика по всей Европе. То есть, и с другой стороны, растет вот эта вот как бы зеленая волна. То есть, нам казалось, что это кто такие? Экологисты, да? Ну, они там за природу, за травку, за птичек и так далее. Ни фига подобного. Они сейчас очень серьезно занялись экономикой. И то, что вот гигантская… С учетом бюджета мы это видим, да, Европейского Союза. Да, да, да. То есть, они навязали вот совершенно сумасшедшую идею. Интересно, посмотреть с точки зрения марксистской логики, да? То есть, бытие должно определять сознание. То есть, экономика должна диктовать, как нужно поступать. А зеленые сказали, а давайте-ка откажемся… Изменим парадигму, да? Да, откажемся от ископаемого топлива. То есть, вообще откажемся. Как это можно? Газ дешевый, Россия готова продавать его без конца, там, топите сколько угодно эту Европу, там, потом после газа следующий этап – это ядерное топливо, тоже сколько угодно, его там хватит на долгие-долгие годы. Они сказали, нет, мы все поменяем. Это безумная идея была на тот момент, когда они начали за это бороться. За 20 лет они сделали очень многое. И как бы мы над ними там не смеялись поначалу… Они все-таки часть общества убедили. Они не только часть общества убедили, они изменили, перепрограммировали европейскую экономику. Она развивается сейчас в сторону вот этой самой зеленой энергетики. То есть, еще 10 лет назад, 5 лет назад российские наши коллеги посмеивались. Ну, куда они, как они там обойдутся без этого? Ну, подумаешь, там, какие-то эти самые солнечные батареи, это же детская… Забава. Да, забава. То есть, поиграет, поиграет и бросит, и все. Да нет. В этом году прирост солнечной энергетики, он превышает прирост производства на ядерных электростанциях. Все, этот перелом в мышлении, он состоялся. То есть, зеленые, несмотря на их вот очень такой странный профиль, они на самом деле, они дают ответы. Они дают, может быть, те ответы, которые мы не ждем, и которые мы не готовы. В отличие от социал-демократов и коммунистов. Там все очень плохо. То есть, они не продуцируют новизны никакой. И в плане вот решения наших тут внутри проблем, внутри латвийских, нет. То есть, я не вижу этого. И даже ковид не поменяет. Классическое. А что ковид? Ну, я имею в виду, экономический кризис всегда из вас требован из таких условно левых идеях. Кризис, кризис, левые идеи. Значит, на самом деле, вот эти национал-консервативные силы, которые сейчас объединились в Рижской коррекции. Они в экономике-то левые, да? Они не откажут быть левыми в том плане, когда требуется обеспечить поддержку широких слоев своих избирателей. И специально делать гадость или сокращать ту же самую социальную помощь они не будут. Потому что они зависят от своих избирателей. То есть, это называются такие социал-консерваторы. Это тоже, кстати, очень развитое в современной Европе направление. Вот вся Польша, допустим, это соревнования между разными видами национал-консерваторов, которые из них консервативнее, национальнее. Хотя в Польше есть и достаточно сильное либеральное движение. Ну, или, например, то же самое Венгрия. То есть, это такой четкий пример национал-консервативного и успешного при этом государства. Успешного при этом, да, да. Успешного. Чтобы там как бы оба не критиковали, все держится. Давай, может быть, примем еще и звонки. Добрый день. Да, слушаю вас. Мирослав, разрешите поздравить вас с прохождением в Думу. Надеюсь, вы не будете менять принципы так, как их изменило согласие. И вопрос такой. Вот вас часто позиционируют, и в частности на радио болтком постоянно. Ну, мы ничего не прерывали. Я даже не трогал. Дозваниваться еще раз, ну... Спасибо большое за поздравление. Принципы мы своим не изменим. Но, значит, друзья, те, кто нас сейчас слышит и видит, конечно же, без вас, без вашего участия, без вашей поддержки, я не говорю о выборах. Выборы следующие не так скоро еще будут. Я имею в виду, в межвыборное время мы очень нуждаемся в участии широкого общества. То есть, не нужно повторять ошибок других партий, когда самые зарыливают политики от общества. Мы открыты к решениям. Мы видим, что мы сами многое не видим. Да, это автология. Мы видим, что мы не видим. Что нам нужны новые подходы, новые темы, новые решения для тех же самых проблем, с которыми мы обсуждали. Что касается отсутствия или присутствия на каких-то там радиостанциях, ну, жизнь идет, все меняется. Я надеюсь, что у нас не будет прерывания в общении на следующие 4 года. Да, спасибо. Ну, почти 5 лет. Да, вот что-то интересно. Я знаю, что ты осторожен в прогнозах, но все-таки, может, последний вопрос. Есть такое ощущение, что вот господин Стакис, который, судя по всему, будет избран мэром, что это будет не последний мэр в этом созыве и не последний вариант коалиции, модель? Все может поменяться. Все может поменяться. То есть, нет такого, что уже не забетонно, вот эти 39 человек, все как один, да? Может поменяться, потому что все-таки очень большие интересы чистохозяйственные, экономические стоят за различными группировками правящей коалиции. Что касается лично господина Стакиса, то я вот на ближайшее время, я все-таки хотел бы посмотреть, как он будет работать, потому что, в принципе, он произвел из всех молодых латышских политиков, с кем мне приходилось взаимодействовать во время переговорной кампании, он произвел наиболее положительное впечатление. Не потому, что мне нравятся его там принципы или политический профиль, а потому что он знающий человек, знающий, современный, хорошо образованный. И он не поддался ни разу на провокации, когда его пытались вывести на какую-нибудь гадость сказать про русскоязычных рижан. То есть, он всегда находил слова таким образом, чтобы эту тему... Да-да, были такие попытки, в ходе дебатов мы наблюдали. Поэтому я желаю ему все-таки состояться, как руководителю, как мэру, мы мешать ему на первом этапе не будем. То есть, дадите возможность... Мы дадим ему возможность все-таки начать реализовать ту положительную часть его программы, которая, безусловно, совпадает с нашей, с другими программами. А потом жизнь покажет, на самом деле. То есть, единственное, конечно, ему придется быть в большей степени сейчас даже не хозяйственником, а дипломатом. То есть, лавировать среди вот этих вот групп, группировок, фракций, маленьких фрагментов. Чтобы там не говорили, Рижская дума – это такой маленький парламент, да? Это сложнее даже, чем парламент. Почему? Потому что в Рижской думе расстояние между хозяйственными вопросами и решениями думы, они мизерные. То есть, ты проголосовал... И население поближе, да. Да. То есть, и население поближе, и реакция этого населения. То есть, ты видишь, как меняется город в зависимости от того или другого голосования. Всеми, конечно, расстояния, они намного больше. Мирослав Петрованов у нас был в студии. Русский Союз в Атвии. Большое спасибо. Спасибо. Всем удачи.